опять снова вчера мне на ум в голову пришла интересная тема касательно ожидания новой машины я пока ждал я думал что я просто двинусь в дурку куда-нибудь и еду потому что очень уж тяжко мне было там практически там три месяца вся эта тягомотина длилась а до заказа машины еще тоже куча мыслей в голове было и они эти мысли они прям просто сводят человека с ума хочется не думать о этой машине да думать приходится потому что ну конечно наверняка многие пришли достали из кармана там и купили себе еще одну машину когда она на одной уже ездили но я думаю многие столкнулись с такой ситуации как я что одну машину нужно было продать потом нужно было придумывать на чем ездить пока этот кодиак приедет все это ожидание с постоянными подражаниями кодиака со скачками курса доллара с какими-то фейками и не фейками а задержки производства в общем это все прямо отгрузить человека так что думать о чем-то другом становится совершенно невозможно каждое утро встаешь думаешь посмотрю курс доллара вдруг он скаканул и теперь мне не хватит денег и нужно куда-то бежать в банк в обед там приходишь на работу думаешь пойду посмотрю там на форуме может что новенькое появилось может кто-то свою машину уже забрал и что-нибудь интересное расскажет посмотрю новые видосики в интернете а вдруг что-то новенькое вышло и мне это будет интересно а потом значит сидишь на обеде начинаешь этих машинах чертовых разговаривать вот все других тем просто нету приходишь такой домой думаешь вот там позанимаюсь какими-то домашними делами все равно лезешь на эти форумы проклятые смотреть по сто пятьсот раз одни и те же темы нет ли чего новенького и в конце концов ложишься спать с мыслями о том что тебе осталось ждать на один день меньше и скоро твоя машина приедет и ты на нее сядешь и поедешь и будешь весь такой счастлив и довольный вот это блин все ребята это очень тяжело ну то есть я уверен что есть люди которым пофиг ну вот они ездят на одной машине заказали этого себе кодиака и там полгода его ждут и есть такие много их и как бы ну вопрос не парит да ну людей вот достаточно денег на то чтобы еще два таких кодиака купить но конечно много таких нищебродов как я которым пришлось эти деньги реально где-то искать для того чтобы машину купить но это были не последние деньги чтобы вы там сейчас набросились на меня типа о еще один купил машину за последние деньги нет это были не последние деньги но это достаточно приличная сумма и мне вот приходилось думать хватит ли мне тех сбережений которые у меня есть для того чтобы эту машину купить и И вот, я для себя, в общем-то, нашел несколько способов не свести себя с ума, которыми могу поделиться. Значит, первый, ну, не нужно задалбывать менеджера, который вам эту машину продал. Он в этой всей системе пешка, да, пешка, да, он получает там свои 200-300 долларов с этой проданной машины. Ну, я думаю, наверное, 300 это прям максимум, может, скорее 200. Вот, и он как бы сделать-то ничего не может. Вот, то есть, с того момента, как заказ ушел к организации, которая занимается поставками с завода, ну, по крайней мере, у нас в Беларуси так, все, он больше сделать ничего не может. Он может только максимум посмотреть, на каком этапе машина находится в производстве. Но там этих этапов не так много. То есть, он вам может вешать какую угодно лапшу, может рассказывать все, что угодно. Но вот это просто будет вас лишний раз дергать. Я вот, допустим, взял Скайу этот, контакт своего менеджера, ему в мессенджере пописывал. Ну, он, конечно, спасибо ему, он меня ни разу не послал. Вот, но я бы на месте его послал. Потому что, ну, что долбать человека, да, и себя лишний раз там, сдавать себе какие-то вопросы. А готова ли уже моя машина? Вот, как только будет готова моя машина, стала готова, он мне прям написал и сказал, Александр, ваша машина там через неделю будет у нас. Вот, это первое. Второе. Нужно постараться оградить себя от этих всяких форумов, на которых постоянно кто-то что-то пишет. Ой, забрал свою машину, посмотрите, какая она красивая. Да, конечно, это очень интересно наблюдать, да, но вот вы представьте, вы каждый раз, когда будете смотреть на то, как кто-то забирает машину, вы будете думать, а где же моя машина, да, и вот все это опять начнется по кругу. Я сейчас начал разговаривать, у меня же голова заболела, старые воспоминания нахлынули. Вот, значит, потом что? Если вам прям так не втерпешь, вот сходите реально на тест-драйв, покатайтесь на ней еще раз, два, три, покатайтесь. Можно поездить по разным салонам, да, и просто покататься, вот отвезти душу, вот поговорить себе, вот у меня будет такая же, да, или, допустим, если вы себе заказали стайл, съездите, покатайтесь на амбишене, на каком-то, ну, просто прокатитесь с менеджером, как будто вы собираетесь ее покупать. И попробуйте найти какие-то вот недостатки в этой машине, типа, ой, пробило подвеску, да. Вот залезьте вниз туда, где вот ноги находятся водителя, посмотрите на то, какой некрасивый там пластик, да. Залезьте в багажник, посмотрите, вот какая там неудобная эргономика, что могло бы здесь как-то по-другому быть или там. Вот попробуйте найти какие-то минусы, которые вам, ну, психологически сделали бы проще, да. То есть вы ожидаете какого-то чуда, вот моя машина приедет, вся такая, как я ее хотел, да. Вы вот найдите минусы в этой машине, типа, фу, шкода, да, фу, там, значок некрасивый, или там какой-то пластик деревянный местами. Ну, то есть найдите недостатки какие-то в том, что вы ждете для того, чтобы вы ждали не чудо, а просто вот свою какую-то покупку. Не просто долгожданную, а просто покупку с кучей минусов, с кучей недостатков, с которыми вы готовы мириться. Вот, значит, если уж и это не помогает, друзья, ну, тогда, ну, кто-то скажет, надо просто бухать. Нет, бухать не надо, я не пью и никому не советую, потому что алкоголь – это депрессант. Вот вы выпьете, начнете потом говорить, опять же, о своей машине, да, друг другу там изливать, или там жене изливать свои горести, а им этого не понять. Ну, прям другой человек не поймет, как это тяжело ждать свою машину, если он ее сейчас не ждет. Да если, в общем-то, он ее и ждет. Вот, своя нога всегда болит больнее. Есть такая поговорка. Ну, к счастью, кстати, вернее, не то чтобы к счастью, вот интересно, что... Я свою ждал, я ждал свою машину еще с одним человеком, он себе Тигуана, правда, заказал, но тоже думал брать с Кодиак. И мы как-то вот обмениваясь какими-то мыслями, новостями, ну, как-то психологически, что ли, помогали друг другу. И забирали машину, по-моему, с разницей в пару дней. Ну, может, не в пару дней, наверное, недели три. Вот, еще, кстати, хорошо бы найти себе какого-нибудь друга, которому можно пописывать о том, там, ругаться, ну, не знаю, на менеджера, на Шкоду, на дилера, да вообще на все что угодно. Это как бы психологически разгружает. Ну, и если уж это не помогает, да, ну, тогда прямиком к таблеткам. Есть много всяких успокаивающих таблеток, ну, вот я для себя, допустим, нет, вы не подумайте, это не реклама, мне никто за это не платил. Я нечаянно нашел такие колеса, адаптол называются, это какое-то старое, еще чуть ли не советское лекарство, особо без побочек. Но оно делает, на самом деле, очень, ожидание Кодиака очень простым. Последние недели две, может быть, или даже три, я его пил, и все, вот я вздохнул полной грудью. Я перестал задалбывать жену, я перестал там задалбывать вообще всех, с кем я общаюсь, с этой машиной. Я просто, как бы, ну, просто, просто ждал своего Кодиака и не травил жизнь ни себе, никому. Ну, это касательно травить жизнь. Вот это ожидание, это же фактически стресс, да, для организма. Психологический стресс, да и физический стресс, да, от этого могут всякие быть болячки. Поэтому прям давить в себе вот это ожидание и, ну, не пользоваться, не пользоваться разгружающими средствами, это все-таки неправильно. Потому что получите вы свою машину и потом заболеете чем-нибудь. Вот надо вам это или нет. Я, на самом деле, вот, блин, долго терпел, долго-долго думал, нет, нет, я не буду пить никаких там этих новопоситов или как они там. Ну, в конце концов сорвался и понимаю, что вот плохо, что я не сделал этот раньше, это раньше, потому что все-таки чем спокойнее ожидание-то проходит, тем лучше для всех. Вот такие дела. Извините, что опять балаболю, как вы там говорите. Не нравится, вот не смотрите просто, не надо мне писать, что я там мудак, чушь опять несу. Смотреть меня невозможно, гнусавлю и там проще. Просто идите, идите лесом и не смотрите. А кому интересно, смотрите. Я тут, кстати, недавно изобретение одно для Кодиака придумал, но сниму об этом отдельный видосик. В общем-то, немножечко чище у меня стало под капотом. Все, пока, хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok